Кто был на Афоне хотя бы один раз, вспоминает его снова и снова. Вот и я сейчас вспоминаю, как это было уже 10 лет тому назад. Паломническое судно стояло у берегов Афона на рейде в 500 метрах, ближе нельзя, стояло напротив нашего Пантелимонного монастыря, откуда монахи привезли мощи величайших святых, мы прикладывались к ним, многим достались такие маленькие аккуратные шишечки с крестами, которые словно кем-то тщательно вырезаны на них. Такие просто растут на территории нашего монастыря, удивительные сувениры. А потом я стоял на борту судна, смотрел на берег и почему-то печально думал, никогда, никогда мне грешным не доведется ступить на эту землю. Но человек предполагает, а Господь располагает. Не так давно я вернулся с Афона, где был уже в шестой раз. И вот снова в монофоне, сейчас июнь, а на вершине, как вы видите, в ущельях еще лежит снег. Там на вершине храм преображения Господня, и он весь опутан металлическими конструкциями, которые являются громотводами. На вершине горы всегда задерживаются тучки, и там очень часто грозы. В свое время еще Вергилий писал об Афоне, о вершине Афона, как о месте, куда бог Зевес мечет свои молниеносные стрелы в глубокую полночь. Так что земля трясется, звери бегут, люди трепещут. Дождь с ливнем льется, в лесах воет ветер, и на небе метутся звезды. Итак, мы снова начинаем свой путь к афонским тропам, в основном гористам. Для таких переходов палка просто необходима. Она буквально как третья нога, а в случае чего защита от змей. Вспоминаю, что мне, грешному, на этот раз, в последний раз на Афоне, самому посох вырезать не пришлось. Подарили афонские монахи. Да какой, увенчанный, вырезанным, аккуратно вырезанным крестом. Оказалась очень полезная вещь. Такой посох, как прежде, уже не бросишь на привале, небрежно на землю, получается, что крест бросил. Очень полезная для воспитания, тренировки и внимательности, которой нам так не хватает, в первую очередь, в нашей духовной жизни. Монастырь Симона Петра Монастырь Симона Петра – очередной пункт нашего паломничества. Он самый живописный на Святой Горе. Этот многоэтажный афонский небоскреб был сооружен в XII веке преподобным Симоном Мироточилом. Как это произошло, рассказывает подвязающийся поблизости схиегумен Венедикт. Господь повелел построить здесь монастырь. Он пригласил мастеров и сказал, вот здесь на этой скале надо строить. Они говорят, батюшка, ну вы что, вы же понимаете, здесь невозможно. И когда, значит, они сидели там за столом у его кельи, и послушав, подавал воду, кофе, он сорвался и прилетел в прокси. Он говорит, вот начало болезни, о чем говорили вы, да, с самоуверенностью. И вот не прошло и пять минут, он с другой стороны идет под носом, даже воду не пролил, живой, здоровый. Они удивленные, пораженные, и говорят, ну если так, тогда мы будем делать. И вот построили монастырь. Чем монастырь еще благодарен России? То, что здесь, во-первых, был игумен Паисий Веричковский одно время. И они поминают его, чтят его День памяти. А потом, в конце 19-го века он сгорел, и игумен с мощами Марии Магдалины, она считается покровителем монастыря, ездил в Россию и собирал деньги. И вот монастырь был восстановлен на четыре года на деньги российские. Они часто это упоминают. И вот благодарность за все они и к русским хорошо относятся. Хотя, в принципе, все, кто живет по-духовному, нормально относятся ко всем православным, в том числе к нам и инокам из России. В этой обители есть удивительные мощи. Это мощи Марии Магдалины, косточки ее правой руки. Нас заранее предупреждали, что они теплые. И вот вечерний храм, полумрак, и мы, трое русских паломников, подходим к раке с этими мощами. Прикладываемся, переглядываемся, потом прикладываемся снова, и так три раза. Потом мы смотрим на того монаха, греческого монаха, который вынес нам эти мощи. Он разводит руками чудо. Мощи не просто чуть теплые, они температуры горячего, разгоряченного человеческого тела. Что за чудо? Вспоминается предание о том, как Мария Магдалина принесла весть императору Тиберию о воскресении Спасителя. «Этого не может быть никогда», – ответил император, – «точно так же, как это яйцо в твоей руке не может покраснеть». И тут же яйцо, символ жизни вечной, которое скрывается под скорлупой смерти, стало красным. Это было в правой руке Марии Магдалины. Это великая тайна, но, может быть, частичку жара этого чуда ощутили мы. Мы сейчас только что из монастыря Симона Петра. Он не принимает, идет реконструкция, но самое главное – это чудесное масло мы получили. Что это за масло? Это отдельная история. Отец Харитон пришел, значит, как обычно, зажег лампанку, значит, и хотел взять один, значит, такой бетонный, чтобы вылить в кувшин. Речь об еще одном чуде. Мы в подвале монастыря Симона Петра. Огромные керамические кувшины для масла, их здесь 76. Нам рассказывают, как в тот памятный день был праздник Святой Великомученицы Екатерины. Здешний монах, отец Харитон, взял ключ от подвала, он был только у него. Заведомо пустой кувшин стал наливать свежее масло, и вдруг оно потекло через край. Емкость оказалась полной до края. Они, значит, пошли, значит, сказали, что так и так, два кувшина полные, говорит. Он говорит, я знаю об этом. Я не знаю, но у них, игру, высокая духовная жизнь, значит. Со временем стало ясно, что масло из этих сосудов обладает чудесными свойствами. Был даже случай, когда исцелился онкологически больной с греческого острова Лимацу. Оказалось, что в одном из двух чудесных сосудов масло продолжает возобновляться. Поэтому, хотя с той поры прошло уже несколько лет, каждый паломник может получить в монастыре маленький пластмассовый пузырёк с прозрачной жидкостью без запаха. Благословили маслица и нам. Коруля Коруля – огромная, почти отвесная скала на южной, жаркой стороне Афонского полуострова. Здесь, в убогих келях, а то и в пещерах, подвижаются наиболее аскетичные афонские братья. Мы обращаем внимание на покосившееся деревянное устройство, повисшее над пропастью, похоже на самодельный кран. Отсюда к морю спускалась верёвка, и проплывавшие на лодках рыбаки клали в корзину оливки, сухари. Это способ снабжения отшельников и называется коруля. Хроника сохранила для нас некоторые приметы быта в скальных греческих монастырей Метеора. С помощью устройства, напоминающего королю, наверх поднимают и самих монахов. Во многом, благодаря такой изоляции внешнего мира, обители остались нетронутыми в течение 500 лет османского владычества. Субтитры создавал DimaTorzok В наши времена мирской дух сделал то, что было не под силу туркам. Монастыри Метеор стали местом такого интенсивного наплыва любопытствующих, что многие монахи, дабы не стать гидами или официантами для туристов, перебрались на афон. Урок и при самой Святой Горы. Вот прилепилась к скалистому склону убогая Калиева. Чуть выше каменная ограда от камнепада в Безюле. В ней гигантская полукруглая вмятина. Недавно сверху оторвалась целая скала, упала на Безюлю, перепрыгнула Калиеву словно мячик и понеслась вниз. Бывший внутри отец Михаил Болгарин ни на секунду не прервал молитвенного правила. Сейчас сверху навис еще один камень. Говорят, полезные напоминания о смертном часе. Здесь мы познакомились с монахом Харитоном. Он хранитель Корульского архива. Хранится у него и глава великого старца Феодосия. В этих скалах подвязался великий старец Никодим Корульский. Революция 1917 года застала его унтер-офицера царской армии на фронте в Македонии. Не желая больше жить в России сверху и царя, он пешком отправился на Святую Гору. Подвязался в русском монастыре и в скитах, а затем по благословению старца Силуана поселился на Коруле. Будучи уже глубоким старцем, отец Никодим говорил, я все забыл, кроме Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Почил старец в 1984 году, получив причастие из рук корульского насильника отца Стефана. Этого обитателя Корули, которого здесь нередко называли Папа Край, он рассказывал, что находится в родстве с сербским царским родом, мы застали еще несколько лет назад полным сил. Потом узнали, что келья отца Стефана сгорела. Потом новое известие. В 2001 году старец отдал Богу душу. Произошло это в Сербии в монастыре. Теперь на этом пепелище, здесь, кстати, когда-то подвязался ученик Силуана Афонского, отец Сафроний Сахаров, начинает строить келью еще один русский монах. Многое здесь будет переделано, но цветы, которые так любил отец Стефан, цветы, выросшие на принесенной им земле, должны остаться. Светлана Афонского, директор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Светлана Афонского, директор А.Егорова Светлана Афонского, директор А.Егорова Сейчас я покажу еще это, откуда рыбу он ловил. Прямо сверху, да? Да, честно. Ну вот, вот катушку. Туда забрасывал, там, ну, толстая листа была, поднишла. Ну что, могла пойматься серьезная рыба? Не могла, а ловил. Ну что, могла пойматься. Ну что, может быть, это рыба. Ну что, может быть, это рыба. В пещере находилось два маленьких озерца, а в них водилась рыбка. Вот это озеро, оно уменьшилось почему-то. После пожара? Да. Оно было вот там, вот закрывало. Я помню, вода стояла прямо, да. Много было воды. Она, может, раскололась там что-то. Вспоминаю таблетки аспирина, которые отец Стефан подвешивал на груди. Ну, такой своеобразный монашеский юмор. Он говорил, что вообще-то тело нужно лечить посохом, а душу крестом. Удивительный был человек. Про него рассказывают много удивительных историй. Одна из них такова. Однажды он вошел в свою пещеру, где подвязался в ее полумрак, и увидел какую-то странную вещь, шланг. Непонятно, откуда взявшийся шланг висит на стене. И он схватился за него. Казалось, что это змея. Молниеносным движением рук он разобрал ее пополам со словами «Кто тебе разрешил здесь появляться?» Ну, поразительная сила рук была у этого человека. Но, конечно же, главным образом он был необычайно силен духовно. Хотя про него говорили всякое. Многие говорили, что он в прелести. Говорили, что он принимает многочисленных паломников, что он вовсе даже не отшельник. Ставили в вину то, что он разговорчивый, веселый человек, напевал песенки часто. Другие говорили, что он просто юродствовал, что такой был подвиг у него. Во всяком случае, на коруле известно, как однажды сама Матерь Божия явилась и прогнала полицейских, которые хотели изгнать отца Стефана за неуплату денег, за право пребывать на коруле. Вот это известно. Во всяком случае, каким он был перед Богом, одному ему, Господу Богу, и известно. Для нас он остался и запомнился удивительно светлой, удивительно светлой личностью. Святогорский старец Паисий называл монахов радистами Бога. Но вспомнили об этом на коруле, когда нам показали эту скалу с огромным отверстием, которое называется корульским ухом. Действительно похоже. Таков образ Божьего слышания молитв подвижников. Ну, Господи помилуй, начинаются знаменитые корульские цепи. С Божьей помощью начинает спускаться наша цель кириакон, соборный храм Корули, где есть косница, куда мы сейчас и едим. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здесь практически общественная стола, здесь практически везде есть такие точки, места, куда можно поставить ногу, нужно быть только внимательным, эти точки наиболее сильно отполированные, даже блестят на солнце. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот так вот, когда входишь здесь, конечно, страшновато и думаешь, что тут один шаг, оступишься в сторону и рядом с тобой, бездна, не бездна, но метров 150, наверное. Но кто-то из святых замечательно сказал, что на фоне каждую даже такую бытовую житейскую мелочь нужно понимать в каком-то духовном плане. Вот здесь рождается такая мысль, что в своей повседневной, скажем так, московской жизни мы ведь ходим часто по таким гораздо более узким тропочкам греха, настолько глубже пропасть греха, которая у самых наших ног. И мы этого не измечаем, не боимся. А вот Афон напоминает об этом. 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 Афон напоминает об этом.